Майс ТВ представляет Андрей, что ты делаешь здесь на премии? На премии я представляю один из проектов, к которому имеет отношение наше агентство. Это универсальная событийная карта туриста, в данном случае на маршрутах Золотого кольца. И расскажи нам немного поподробнее про этот маршрут. Тут вопрос даже не в маршруте, а в самом подходе. Мы с моими коллегами и друзьями сталкиваемся с тем, что когда мы хотим куда-то поехать, у нас встает вопрос бронирования, вопрос где покушать, вопрос что посмотреть. И ключевой вопрос, что если мы едем компанией, то нам нужно собрать со всех деньги, собрать со всех паспорта, если это заграничная поездка. И кто-то один все это бронирует. А то порой это и затягивается, потому что кто-то что-то забывает, кто-то где-то теряется. Таким образом, со мной на мой день рождения в Прагу не поехало несколько человек, потому что они тупо не успели сделать визы, потому что решили их делать сами, а не с нами. И это да, это действительно проблема. Какое решение предложили мы? Мы готовим сейчас проект, с помощью которого человек может выбрать интересующие для себя маршруты. То есть, образно говоря, я, например, хочу поехать с детьми на выходные в Суздаль, Владимир, то есть по маршруту Золотого кольца. Я понимаю, что мне ехать до первой точки где-то часа три. Окей, что дальше? Останавливаться в одном городе или путешествовать? Дальше стоит вопрос, что кто любит? То есть, там жена с детьми, например, хотят посмотреть какой-нибудь музей, я хочу рыбалку. Соответственно, разделение, дальше точки соприкосновения, встречи, прочее, прочее, прочее. То есть, по сути, это некий универсальный калькулятор, некая матрица, с помощью которой человек за один клик может забронировать себе маршрут. Ну и, грубо говоря, запрограммировать его для себя. Запрограммировать, забронировать и оплатить сразу, чтобы он уже не думал ни о чем. То есть, он знает, что он едет, у него все забронировано, у него не будет проблем с гостиницей, у него не будет проблем с ресторанами, потому что столик под него уже будет и так далее, и так далее, и так далее. И можно спокойно отдыхать? По факту, да. Все просто. Все просто. А скажи, какие сложности существуют при создании подобного рода матрицы и программы? Основная сложность – это отсутствие нечто фундаментального и подобного, потому что есть огромное количество сервисов букирования, бронирования, есть огромное количество, скажем так, событийных баз и прочего. Главная сложность – это все аккумулировать в одном месте и найти правильных партнеров. Под правильными партнерами я, в первую очередь, понимаю технологичные компании, у которых есть определенные решения, я понимаю компании, у которых есть какие-то эксклюзивы, потому что в противном случае эта история становится неинтересна никому. Скажи, ну в данном случае тогда по сравнению с иностранными представительствами, с иностранными программами, насколько интересен эксклюзив в России и много ли эксклюзивных предложений здесь есть? С учетом того, что у нас сейчас происходит с внешним и внутренним туризмом, это становится все более и более актуально, потому что люди начинают действительно путешествовать по России. Если брать, например, молодые семьи, берем ту же Москву, далеко ходить не надо, куда пойти на выходных. Можно пойти в торговый центр за шмотками, можно поехать с детьми куда-нибудь, а можно отправиться в ближайшие 300-400 километров, благо это близко, попутешествовать. Но куда, зачем, как, встает очень много вопросов, и чаще всего люди отказываются по той причине, что они не понимают, о чем мы там будем делать, а как нам это, а как то, и тратится очень много времени на поиски, еще что-то. Мы в данном случае хотим это все упростить, этот процесс, так, чтобы на это тратилось минимальное количество времени. Если я понимаю, что я хочу на два дня на машине такое-то количество человек, поехали. А скажи, пожалуйста, вы только делаете автопутешествие, или это может быть как и на самолете, на поезде? Это агрегатор, то есть человек может выбрать, что он, например, хочет поехать во Владивосток, а туда отправиться в Муромск. То есть, ну, как бы, Золотое кольцо – это один из примеров на данном этапе. Соответственно, человек также может выбрать ЖД-перевозчика, может выбрать автобус, то есть он выбирает, на чем он хочет. У человека может не быть своего личного автомобиля, но он хочет отправиться в тур. То есть он понимает, что мы его можем подсадить в такой-то, такой-то автобус, потому что у нашего партнера есть там свободные места, он доезжает до точки, там в точке его, например, забирает водитель, там партнер таксопарка какого-то и так далее. То есть это, в первую очередь, некий агрегатор решений. То есть то, что мы придумали. Очень надеюсь, что мы сможем реализовать его больше, чем просто Золотое кольцо, там или Крым, или еще что-то. То есть сделать из него большой-большой проект для наших, ну, как бы, заказчиков. Но я думаю, мы будем надеяться, что мы очень скоро будем пользоваться твоим агрегатором. Скажи, сколько человек работает над данным проектом? В данном случае я представляю агентство, которое является, скажем так, реализатором данной идеи. Сколько человек работает непосредственно у компании-заказчика, и я, к сожалению, не могу раскрывать эту информацию. Ну, как бы, это коммерческая все-таки информация. Тем более, очень большое количество партнеров, о которых сегодня я отчасти говорил, отчасти не говорил, потому что это пока тоже коммерческая тайна, потому что, ну, как бы, у всех инвесторов есть свои интересы. Поэтому все раскрывать тоже нельзя. Хорошо, у каждого есть свои секреты, это само собой. Как ты думаешь, вообще, какие у вас шансы? Хороший вопрос. Честно говоря, я сегодня посмотрел большое количество проектов, я сидел в зале с самого утра. Есть крайне интересные проекты в разных номинациях, очень интересные маршруты. Мне кажется, наш проект отличается от других тем, что это действительно идея. То есть у нас не реализовано абсолютно ничего, кроме прототипа идеи и найденных партнеров. На самом деле, для идеи, что самое главное, идея стоит минус миллион, как говорил Артемий Лебедев. То есть идея не стоит ничего. Идея начинает стоить денег, когда есть партнеры, есть четкое понимание, есть бизнес-планы и прочее. Это сейчас все в проработке. Поэтому с точки зрения идеи, наверное, неплохо, но с точки зрения других конкурентов, были неплохие сильные маршруты в номинации идеи, потому что это были уже практически реализованные, проработанные до мелочей. Тут вопрос к экспертам. То есть я не хочу судить, могу сказать, что конкуренты есть, это хорошо, это радует, потому что, когда нет конкуренции, ну, а смысл что-то делать? Ну, просто, когда нет конкуренции, значит, нет рынка. Действительно так все. Андрей, скажи, пожалуйста, как тебе в организации всего мероприятия? Потому что ты человек, который не понаслышке об этом знает. Нравится ли тебе город Воронеж? Любишь ли ты его? Что интересного для тебя здесь? Было просмотрено, увидено? В Воронеже я уже далеко не первый раз. Езжу сюда с регулярностью 2-3 раза в год, наверное, ну, когда как получается. У меня здесь живут родственники. С точки зрения организации, наверное, все в достаточно неплохом уровне. Насколько актуальна эта идея? И вообще нужно такое мероприятие, как данная премия, или нет? С твоей точки зрения? Я считаю, что это крайне актуальное мероприятие на сегодняшний момент, потому что все больше и больше появляется туристов, которые хотят путешествовать как самостоятельно, так и группами именно по территории России, а не уезжать куда-то за рубеж. То есть, если раньше люди говорили, о, я лучше поеду в Турцию или в Египет на 2 недели, то многие сейчас говорят, о, я лучше прыгну в машину и попутешествую. То есть, на майские праздники мы с семьей таким образом путешествовали по территории Белоруссии. При этом я не составлял никакого маршрута. Я спрашивал друзей, куда мне лучше поехать, то на Яндекс.Картах отмечал точки. И мы вот по этому маршруту путешествовали. В итоге, доехав до одной из точек, мы полностью кардинально сменили маршрут. Почему? Просто поняли, что экскурсионных программ нам хватит. Ну, это реально тяжело. То есть, когда у тебя 10 дней сплошные экскурсии, это можно повесить. Мы уехали на Брославские озера, сняли там домик на берегу озера с банькой и с удочками, и было все прекрасно. Три дня, это был райский отдых. Несмотря на то, что на улице на тот момент было градуса 2-3 тепла, оно было хорошо. Ну вот, а некоторые говорят, что в России нечего посмотреть. Ну, на самом деле, тут не только Россия, я бы взобрал также страны бывшего Советского Союза, до которых доехать, ну вот рукой подать на машину, прыгнул, доехал, ту же Белоруссию. Потому что граница России, Белоруссии, Латвии, Литвы, вот это самое вообще замечательное место, даже на территории России, на территории Белоруссии. Там безумно красиво. Ну и опять же, все люди говорят по-русски, все братья славяне, со всеми можно найти общий язык. Абсолютно. И то, чего, например, очень не хватает, когда едешь куда-то за рубеж, и тем людям, которые не знают хотя бы базовых принципов строения слов в английском, или, я не знаю, в других языках, и действительно возникает много проблем. Тут же все говорят на русском. При этом, к сожалению, многие не знают местных диалектов. Это тоже проблема, на самом деле, на мой взгляд. А также, как многие жители различных регионов России утрачивают, скажем так, знания о старорусском, о старославянском языках. Ну, это везде такая проблема. Спасибо. Андрей, мы с тобой поговорили насчет вашего агрегатора, и насчет именно туристов, которые собираются из Москвы, либо из других городов поехать по нашей бескрайней родине. А как насчет иностранных туристов? Иностранные туристы, ну, скажем так, с учетом того, что сейчас у нас происходит во внешней и внутренней политике, это вопрос острый. Я на него постараюсь ответить мягко, потому что иностранные туристы были, есть и будут. Но, к сожалению, до сих пор для иностранных туристов у них в головах о том, что в России это дикая страна. И многие ее боятся. Многие считают, что действительно у нас до сих пор этот стереотип существует. Ходят медведи с балалайками в шапках-ушанках. И на эту тему, конечно, был очень забавный видеоролик, который выкладывал, когда реально мужик ходил с медведем, который ходил с балалайкой в ушанке, ну, просто в качестве стёба. Но стёб стёбом, но люди боятся. Но когда они приезжают сюда, им действительно, вот их проводят по какому-то маршруту, им показывают какие-то достопримечательности, они ездят с открытыми ртами и говорят, вау, как у вас круто. Та же ситуация, например, когда вот мы многие говорим о том, что какие классные каньоны в Америке. Ребята, покатайтесь по России, съездите на Байкал, съездите в Карелию. Горный Алтай, Кавказ, очень много красивых мест. Да, да, да. Там потрясающе. Притом каждый для себя может найти что-то. То есть кто хочет спа, не вопрос. Долина гейзеров, вот вам лучшие спа-вощи, которые только можно придумать, или там грязевые ванны. Там те, кто увлекаются, как я, например, змеями, там действительно там, ну, страшно, конечно, на Кавказе с его гадюками. Да даже на самом деле Камчатка теперь стала известна своим серфингом, как ни странно. Да, и на самом деле, опять же, те же дальневосточные устрицы и гребешки. Не надо ехать ни в какую Францию. Это я был в Владивостоке совсем недавно с коллегами. Блин, я реально таких морепродуктов не ел нигде. Настолько они свежие, вкусные. Андрей, подскажи, как ваш агрегатор, как ваша программа, проект готовы к приему иностранных граждан, и как вы можете объяснить им, что мы все-таки не дикая страна, что мы хорошая, развитая инфраструктура? Ну, начнем с того, что предусмотрены различные языки под разные целевые аудитории. Мы прекрасно понимаем, что западный рынок – это достаточно большой рынок, даже в отличие от российского внутреннего рынка. Для западного рынка будут предлагаться готовые решения, прям пакетные. То есть никогда они там себе что-то формировали. Они не знают, что формировать. Это точно так же, как я, когда ехал в Белоруссию, я не знал, что мне формировать. То есть им достаточно выбрать количество дней, им достаточно выбрать, соответственно, что они хотят, будут ли это экскурсии, или это будет там просто с экскурсоводом на двоих походить. И на основе этой информации им будут предлагаться уже различные решения. Я не готов пока сказать, будет ли принципиально отличаться российская версия от версии, которая пойдет на другие языки. Скорее всего, нет, потому что пакетные решения также будут предлагаться и для российских туристов, потому что многие в России тоже не знают, что они хотят. Они понимают, что они просто что-то хотят. А что? То есть вот такое интересное предложение вы делаете. Помимо того, что вы просто переводите на другой язык, вы еще и подстраиваетесь под менталитет человека, который приезжает сюда? Не совсем. Мы просто предлагаем уже готовые решения, по которым другие люди уже пропутешествовали, им понравилось, они оставили отзывы. Мы эти отзывы собрали из тех же социальных сетей и блогов. Просто-напросто система анализирует всю эту информацию и говорит, вот это место интересное, вот это место интересное, а другая система прослеживает маршрут и понимает, что да, вот такой маршрут возможен. Этот маршрут уже предлагается. То есть это некое интеллектуальное решение, которое позволяет отслеживать все, что есть на маршруте, как в социальных сетях, так и в реальной жизни, плюс взаимодействие с партнерами. Потому что есть много людей, которые, например, не захотят питаться в придорожных заведениях. То есть они скажут нам... У Ашота. Ну, наподобие, да. То есть они захотят питаться именно в ресторане, где будет забронирован стол. Вот-вот. Все, не хочу ничего другого. Соответственно, приходится выискивать в каком-нибудь захолустье ресторан. То есть я говорю сейчас не при Золотой кольце, там все гораздо проще. Там есть большое количество очень хороших заведений. Но, например, если у него была точка в каком-нибудь захолустье, приходится выискивать какое-нибудь цивильное место, которое действительно скажет нам, ну хорошо, зарезервируем стол, и вот человека будут ждать. Ну, то есть разные люди попадаются, поэтому тут никуда не денешься. В общем, все-таки отдых на любой вкус. Андрей, спасибо тебе большое за этот интереснейший рассказ. Мы желаем тебе удачи и желаем, чтобы твой проект занял первое место в номинации. Ой, время покажется. Это было интервью в эфире Майс ТВ. Все самое интересное смотрите на нашем канале maistv.ru И помните, the world is mice. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!